Этот молодой канадец, 14-летний Леандр Марсале, надевает на голову шлем своего прадеда. Он специально приехал во Францию, чтобы принять участие в памятных церемониях, посвященных 80-летию операции «Юбилей», в которой принимал участие его предок, Жерар Оде. Увидеть этот шлем равносильно путешествуя во времена моего прадеда. Это часть истории члена нашей семьи, который приезжал сюда, чтобы попытаться освободить Францию. Я очень этим тронут. Всего в операции «Юбилей», которую также называют «Дьепским рейдом», принимали участие более 6 тысяч человек, главным образом канадцев. Рано утром 19 августа 1942 года они высадились на Нормандском побережье, чтобы взять штурмом город Дьеп. Но десант натолкнулся на упорное сопротивление германской армии и понес тяжелые потери. Видя то страдание, которое такая война, как Вторая мировая, принесла, мы понимаем, что нужно сделать все, что можем, чтобы избежать подобной трагедии. Шлем, который спас жизнь Жерара Оде, был обнаружен в 2017 году коллекционером находок военного времени РВФИЮ. Сейчас шлем выставлен в музей в Дьепе. Для РВ увидеть потомков хозяина шлема было волнующим событием. Встречая таких людей, живущих по другой стороне Атлантики, думая, что теоретически эти предметы больше принадлежат им. Но мы выступаем как хранители. Мы с друзьями демонстрируем эти предметы, организовываем выставки, пишем книги. Работа постоянно продолжается и не останавливается. Такие вещи нельзя просто продавать с аукциона. Более половины канадских десантников, высадившиеся в Дьепе, было убито, ранено или попало в плен. Но извлеченный из рейда опыт был успешно использован два года спустя. Редактор субтитров А.Семкин